История моды через призму истории эмиграции. В Париже открылась необычная выставка. Ее организаторы собрали на одной площадке более 120 моделей одежды разных эпох, начиная с конца 19 века и до сегодняшнего дня. Объединяет всех авторов лишь одно. Они не были парижанами и даже французами по рождению, но все они выбрали Париж столицей моды. Посетители выставки встречают работы Чарльза Фредерико Оорта. А здесь в Париже не отрицают. Именно он в конце 19 века был у истока высокой моды. Вслед за ним в столицу Франции, в консервативной Великобритании, прибыл не один модельер. Это эпатажный Джон Гальяна, работавший для дома Диор, и основательница стиля панк в моде Ливьен Вестут. Это очень интересно видеть рядом все это разнообразие и эволюцию. Меня это привлекает и потому, что я сама занимаюсь моделированием одежды. И тогда это мне напоминает платье другой эпохи, которое носила моя мама. Пара шагов вглубь и можно увидеть влияние испанцев. Это поиск тканей, текстур и фактур. Шелк, бархат и велюр украшены вышивкой и аппликациями. Заметный след оставила испанский беженец и одновременно французский модельер Пако Рабан. И тут же рядом изобретение начала прошлого столетия. Плессировка и то, как ее видит наш современник японец Мияки. Тушевший сигареты о наряд, чтобы сделать его неповторимым. Впрочем, японцы мастера на необычное. Яркие краски, геометрия линий, их конек. А вот русские научили Париж вышивке. Этим занималась княгиня Мария Романова, а потом Наталья Гончарова, чью платье расположилось рядом с пальто от бельгийца Дриса Ван Нотена. Это интересно, что привнесли эмигранты. Японцы, бельгийцы, англичане. Это настоящая возможность увидеть разнообразие в моде и то, что ее питает. Иногда влияние было связано со знанием и умением, с техникой. Но, с другой стороны, конечно, это был выбор политический, художественный, экономический выбор, который делали иностранцы, приезжая в Париж. Мадам Писсейлюк знает о каждой детали этой выставки. Она показывает на пальто немца Карла Лагерфельда для дома Шанели. Напоминает в эпоху мадемуазель Куко. Ее главной конкуренткой была итальянка Эльза Скиапарелли. А вот в этой эпатажной работе индийца Маниша Арора явно прослеживаются конденции Рабана и даже русских вышивальщик бисером. Это большая школа в любом случае. Огромная вселенная, которая сейчас в процессе глобализации, не остается только в французской территории. И это выбор окружающих, чтобы Париж был столицей моды. Но создатели этой моды живут по всему миру, не только здесь. Всего на выставке представлены более 120 моделей дизайнеров практически со всех концов света. И если у входа посетители встречали платья 19 века, то провожает недавнее творение американца Марка Якобса для дома Луи Виттон. И где, если не в этом наряде, можно увидеть самые разные тенденции, самых разных десятилетий и самых разных континентов. Елена Менкевич, Николя Фильйоль, Франция, Париж.